Здравствуйте! Приветствую вас на канале Про Цветок. Сегодня мы поговорим о томатах. Уже в теплицах стало тепло, холодно, но они у нас посажены и начинают зацветать. У кого-то и шел бутоны, у кого-то уже и цветы раскрылись. Что необходимо сделать, чтобы наши цветы не опали, чтобы завязались завязи и, в общем, рост была полноценная, чтобы не было потерь в этом процессе. Ну, что необходимо помнить? Раз появились бутоны, значит, будет цветение. Нам необходимо подкрепить наши растения, подкрепить то, чтобы эти бутоны держались и не засыхались сразу на первом этапе, чтобы не успел раскрыться. Чем мы добьемся такого решения вопроса? Это мы сделаем очень просто. Все наши томаты во время бутонизации мы будем подкармливать кальциевой селитрой. Кальциевая селитра, значит, она способствует, что наши растения становятся более толстыми, ну и, соответственно, не опадают как бы цветки. Сделали подкармливать кальциевой селитрой. 40 грамм на 10 литров воды растворили, подлили наши растения, уже им становится хорошо. Наше расцветение мы не забываем о чем? О вентиляции, потому что вентиляция – это самое главное для томатов. После 32 градусов они уже не завязываются, ну, пыльца не оплодотворяются, становятся нежизнеспособны и не опыляют наши цветки. Чем более, что томаты – это культура самоопылитель. Вот, поэтому что будем делать? Хорошую вентиляцию. Форточки, двери, все настижь. Такой проветренный сквозняк прама должен гулять по теплице. Тогда будет хорошая завязываемость плодов и, соответственно, будет ниже температура. То есть пыльца будет жизнеспособная. Кто-то из орудия, конечно, старается. Вентилятор. Включают вентилятор, вентилятор гоняет воздух по теплице, соответственно, переносит пыльцу. И также эффект очень хороший. Нет у вас вентилятора. Форточек мало. Что сделаете? Утром, пока пыльца жизнеспособная, просто пройдите и потрасите каждый кустик. Так, потрасли кустик, упала, значит, пыльца на пестик, она уже завяжется. Она уже завязывается, она даст вам плоды. Ну, это такие простые самые способы, которые доступны вам. Ну, есть способы чуть сложнее. Ну, самый сложный способ уже следующий, что идет – это обработка борной кислотой. Так вот, опрыскивание томата борной кислотой в дозе 1 грамм на 1 литр воды, значит, способствует значительному завязыванию плодов. Ну, как отмерить 1 грамм? Это очень просто. Берете такую борную кислоту на кончике ножа, вот это есть 1 грамм. Ну, 10 грамм уже, соответственно, вы будете в мире чайной ложкой. Пол чайной ложки – это будет вам составлять 10 грамм борной кислоты. Но не забывайте, что борная кислота не растворается в холодной воде. Поэтому это количество растворяем в небольшом количестве кипятка. Растворили, помешали, все растворилось. И после этого доводим до нужного нам объема. И заливаем в опрыскиватель, и обильно-обильно сматываем наши томаты. Но не забывайте, что такая обработка борной кислотой необходима 1 раз в 10 дней. Не то, что вы считаете, 1 раз обработали, и на весь сезон можно забыть. Надо 1 раз в 10 дней. Не хотите водиться с борной кислотой, ну, так ее кипятком закипятить, заливать? У нас есть другой способ. Берем препарат «Завязь». Там уже на основе гиберлина препарата сделано. Так вот, разводим «Завязь» по инструкции, и опять же опрыскиваем наши томаты. Обильно-обильно. У нас также обильное плодоношение вам будет обеспечено. Ну, и что, что необходимо еще помнить, опять же, что цветение цветением, наши растения могут быть заушены. Раз они заушены, значит, плохая вентиляция и плохая завязываемость плодов. Значит, опять же, если наши томаты, во-первых, снизу, мы почти до первой кисти уже удаляем все листья. Ну, постепенно, три листа удалили, через три-четыре дня еще два листа удалили, например, и сразу резко все обломали. Уже такая вентиляция также будет способна, чтобы из плоды завязываться лучше. Ну, и может быть такое, что как бы цветет, соцветие, оно тоже, куча листьев, пасынков окружено, оно тоже не даст плоду. Поэтому, что мы сделаем? Опять же, обломаем пасынки, проломаем где-то листья уменьшим, для того, чтобы наше растение, особенно вот цветовая кисть, проветривалось, и, соответственно, раз она будет проветриваться, она будет давать урожай. Так что, посмотрите, какие интересные способы есть для того, чтобы есть урожайность. Но, не забываем, что урожайность создается растением, а растение – это живой организм, на который посягают также многие вредные объекты. Так вот, для того, чтобы ваши томаты росли, сейчас появились новые вредители, которые повреждают подземную часть томата. А для того, чтобы такой проблемы не было у вас не только с завязывающим плодом, но и с сохранностью растений, используем, упорчиво уносим органно-минеральный комплекс. Сделать это нетрудно. Берем, вот для растения копаем небольшую луночку и буквально столовую ложку профит органно-минеральный комплекс. Добавляем. Это будет защищать наши томаты также от всех почвообитающих вредителей. Поэтому наши томаты будут здоровые, крепкие корни у них будут, на них будут нападать вредители. Ну, а верх мы будем стимулировать различными составами. Ну, тут даже, может быть, подойти и такой способ, интересный, для того, чтобы плодов больше завязывалось. Обыкновенный сахар. Сахар у вас есть. Развели 100 грамм сахара на литр воды и просто обильно-обильно побрызгали ваши томаты. Значит, это уже будет привлекать различных опылителей. Не надо думать, что на ваши томаты станут и пчелы, и озы, и шмели, и мухи все слетаться. Но наш эффект в чем заключается? Что они все будут лететь как бы на мед, на сахар, а будут опылять наши цветки. А, соответственно, мы будем иметь хороший урожай. Так что любые способы хороши, если вы хотите получить хороший урожай томатов. Поэтому время цветения, ботанизации и цветения – это лучшая пора для того, чтобы простимулировать растение, во-первых, быть крепким, как я вам рассказал в начале, ну и далее, чтобы все цветки завязались, не опали. Вентиляция, приемы, которые способны завязыванию плодов – все это будет гарантировать вам успех и обильный урожай. Ваши томаты будут ломиться от кистями урожая, чего вам и желаю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok